Ну, действительно, как говорится, в ночь на воскресенье мало украинцев спали, и действительно там, не знаю, неимоверный матч боксерский, Усик побеждает, абсолютный чемпион мира, действительно это такой поток позитива, волна позитива, плюс еще там Беринчик тоже победил, пояс забрал, как бы вот после этого матча тоже в ночь. Но мы вот эту всю боксерскую, скажем так, радость оставим немножко в конец нашего сегодняшнего разговора. Начать я предлагаю неожиданно с Ходорковского, который, собственно, высказался о перспективах войны, о том, в каком году, собственно, заберут Одессу, как российско-украинские войска будут стоять и угрожать Польше там на границе. В общем, какая-то очень интересная, скажем так, конструкция. Понятно, что там есть определенный фактаж, цифры очень относительные, ну, где-то так для пущей важности он употребляет вот эти все временные отрезки. Но я хотел бы взглянуть на эти слова немножко по-другому. Леш, а что случилось с хорошими русскими за вот этот промежуток? Мы как-то их немножко, кажется, теряем. Ну, Саш, смотри, я так хочу сказать. Вообще, как бы, я могу ошибаться здесь, да, это, как бы, мое личное мнение, но мне кажется, что российская либеральная позиция, которая находится за рубежом, она часто демонстрирует, скажем так, такие оценки, ну, которые, вот если так иногда послушать, выглядят странными, да, странными в том плане, что пребывая в безопасной Европе или в Соединенных Штах Америки, знаешь, иногда очень просто делать какие-то, да, оценки. И абсолютно другая была бы история, если бы эти же люди все-таки, учитывая все условия политического режима, который есть в России, но пытались каким-то образом изменять этот режим, да, продвигать свою позицию и так далее. В плане Ходорковского его заявлений, опять-таки, мне кажется, что они имеют двоякий характер, да, с одной стороны, как бы, они сделаны для западной аудитории, а не секрет, что западная аудитория оппозиционных россиян слушает. Ну, это тоже стоит понимать, мы это видели по отношению к Юлии Навальному, например, и к другим, да, российским оппозиционерам, которые там находятся. То есть, на самом деле, как бы, это заявление, я надеюсь, оно может сыграть нам даже в плюс, я объясню, в каком формате. В том плане, что Ходорковский ведь там говорит о том, что Запад должен больше помогать Украине, да, он приводит, скажем так, цифры, ну, понятно, что относительные, но цифры, например, совокупного ВВП западных стран, да, и, например, совокупного ВВП России. И он говорит, что, ну, подождите, сколько Запад помогает Украине? То есть, это эти несопоставимые цифры, Запад может больше, значительно больше помогать Украине, да. И я сказал бы так, что, ну, если какие-то западные политики услышат, да, заявление Ходорковского в этом плане, то есть, это плюс, потому что, ну, я думаю, что, очевидно, в плане, ну, в Украине, да, мы здесь пребываем, мы понимаем, что Запад, он мог бы действительно помогать больше. То есть, потому что так получается, как бы, помощь, конечно, без сомнения, Украина благодарна за это, и это важно, но помощь по чайной ложке. То есть, и мы это наблюдаем, да, там, 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 500 миллионов, то есть, это все важно, конечно же, но глобально, если бы Запад, скажем так, был готов нам помогать на полную, я думаю, что мы видели бы немножко и другие эффекты. Опять-таки, а почему он не готов так, да, или часть западных политического класса? Вот это тоже вопрос, который почему-то Ходорковский не проговорил, да, а мне кажется, что это важный вопрос, и, как мне кажется, это связано с самой, скажем так, двузначностью стратегии Запада по отношению и к нам, и к России. То есть, потому что я вот об этом уже говорил, что, как мне кажется, на Западе все еще играет большую роль фактор опасения ядерного арсенала России, то есть, они действительно опасаются, что кому, в случае какой-то внутренней перетрубации в России может достаться этот ядерный арсенал, да, этот момент играет роль. Во-вторых, Запад, он опасается геополитических последствий, то есть, вот на фоне последних, ну, в общем-то, и последних, и, если шире смотреть ситуации, например, с Китаем у Запада, да, Запад боится, что Россия может, как знаешь, это спелое яблоко упасть в руки Китая. Если Запад слишком... Еще не упал? Да, ну, в процессе падения. В полете. Знаешь, да, ньютоновское яблоко. Да, и, то есть, Запад опасается, что геополитически Китай может очень сильно усилиться благодаря этому, и потому Запад старается, как бы, с одной стороны, ну, действительно, вот я вижу, что стратегия, которая и была, ну, вот мы наблюдали, да, что Украина не должна проиграть, да, но в то же время, например, Россия не должна условно распасться, не должна победить, да, то есть, но в то же время, как бы, и поэтому Запад вот выстраивает такую стратегию, вот по поводу, скажем так, помощи нам и по поводу того, что он делает в контексте России, да, то есть, как бы, сохраняя какие-то контакты с Россией, которые продолжают где-то, ну, работать, да, на разных уровнях. То есть, поэтому, как бы, заявление Ходорковского, еще раз говорю, я думаю, что оно в какой-то мере, ну, если оно как будет холодный душ для части западных политиков, которые успокаивают себя, потому что, знаешь, я вот свяжу, например, за тем, что пишут многие украинцы, которые пребывают в Британии, в других странах, они последнее время пишут, что намного меньше в этих странах стало сейчас упоминать об Украине, да. Это, кстати, сказывается и на беженце, потому что многие из этих стран, они, наверное, рассчитывали, что война закончится намного быстрее, и сейчас упоминаний количества меньше, а это, в свою очередь, понятное дело, влияет и на политику этих стран. Знаешь, я думаю, что тут еще один важный момент. Когда-то о нем писал такой, наверное, самый известный в мире немецкоязычный философ, политический и социальный Юрген Хаммермас, он когда-то, ну, его закритиковали за это часть в Украине аудитории, но он высказал такую мысль, что Запад в ситуации российско-украинской войны должен для себя четко также предопределить, какие цели есть у самого Запада. Ну, то есть, потому что мы часто слышим риторическую фразу, да, когда Запад говорит, что там Украина будет решать, как, когда заканчивать и так далее. Это хорошо, то есть это как бы некое такое публичное признание субъектности, но западные политики, они же имеют еще и определенные обязательства перед своими народами, и если мы говорим шире о Европейском Союзе в контексте обеспечения безопасности на континенте и так далее. То есть, просто мне кажется, что вот эта ситуация сейчас, в которой мы находимся, она нам показывает, что, ну, возможно, вот эта риторика, которая раньше действовала, она уже не совсем корректна. То есть, пора менять общий подход. Насколько западные страны, я еще даже не говорю, там, у США, да, в целом западные страны, насколько они готовы менять такой подход, насколько он будет одинаковый? Это же тоже вопрос. Да, между Европой и США. Вот эти ключевые вопросы. Одну ремарку. Третий год война идет. Ну, третий. То есть, мы находимся в таком периоде, когда, ну, можно, конечно, вот мы начали с Ходорковского, а он же оперирует большими цифрами. Ну, вот там, 25-й год, потом 26-й год. То есть, он, ну, как бы, вот нет вот этой ограниченности. И когда идет уже третий год войны, ты понимаешь, что, ну, можно не согласиться с содержанием, но по модели, по форме, по инструменту, ну, а почему бы и нет? Если война идет третий год, то можно, конечно, что-то прогнозировать и на 26-й, и на 27-й. Получается, что, ну, почему мы думаем, что у Запада нет стратегии? Может, в этом и заключается стратегия Запада? Ну, ты знаешь, я думаю, что, учитывая, что Запад и сам несет достаточно все-таки определенные потери, и они разного уровня. И материального, ну, если мы говорим о Европе, например, да, европейские страны, они по факту несут потери. Германия тоже, например, экономически. Заметь, даже Британия, да, которая нам так активно помогает, она сейчас имеет высокий уровень безработицы, к примеру. Понятно, что это не только связано с российско-украинской войной, но это в том числе и эффект от этого, да, в контексте влияния на мировую экономику, на региональные уровни экономики и так далее. Просто, вот, смотри, я еще раз, чтобы меня правильно поняли, хочу вот еще раз Юргена Хабермоса здесь в тезис, да, сказать, что, как бы сославшись на него, что он говорил о том, что западные правительства должны понимать, что у них есть свои обязательства перед своими народами обеспечить им безопасность. И они должны для этого делать все, понимаешь? То есть это первоочередная задача западных политиков перед своими народами, не только перед нами. В первую очередь перед своими народами. Насколько они это делают, вот это вопрос, да, потому что мне кажется, что глобально, например, увеличение помощи Украине, это, в принципе, в интересах западных стран. Мы, к сожалению, видим, что у них продолжают быть разные взгляды на эту ситуацию, да, потому что, еще раз говорю, что, как я вижу, есть, даже это показала, смотри, история с, скажем так, так называемой инаугурацией Путина, да, и реакции, которую мы наблюдали впоследствии, да, когда официальная позиция Украины была с обращением ко всем странам мира, что, ну, как бы выборы прошли на части оккупированных территорий, ну, как, да, вот, как это можно признавать и так далее. Но при этом, заметьте, Соединенные Штаты Америки заявили, что мы считаем выборы недемократичными, но, тем не менее, продолжаем считать Путина президентом России, и понятно, что контакты будут происходить. Ну, я не просто так ввел в наш разговор, вот, промежутки, отрезки временные, потому что, ну, давай будем откровенны, когда мы говорим, что Запад мощнее, там, больше, ну, конечно, больше, и людей больше, чем в России, и ВВП, и, собственно, возможностей, и техники с армией, там, ну, это военные, пускай, как бы, толкаются, ну, потому что армия, это же как, это воюющая армия, вот это ценно для государства. Армия, которая там на бумаге, которая учится, это немножко другая армия, но, тем не менее. То есть, я не хочу просто входить сюда в этот военный, скажем так, военные весы. Я о чем? Я о том, что, так в этом-то и стратегия. То есть, то, что говорит Ходорковский о том, что, вот, давайте, ну, этот тезис этот когда-то говорил Арестович, да, о том, что русские объединятся с украинцами и будут воевать против. Запада, да, то есть, это вот это, как бы, такой нарратив. Но он имеет под собой почву, потому что Запад не считает до сих пор украинцев на 100%, 100% своими. То есть, они спокойно, как бы, планомерно, у них своя, как бы, сетка, свои планы, выдают по чайной ложке где-то больше, где-то меньше оружия. И сам факт наличия войны в Украине, получается, и есть вот эта безопасность для европейских народов, потому что пока русские возятся здесь, они не смогут угрожать там странам Запада. Ну, ты знаешь, я вот не совсем вынужден, да, не согласиться с тем, что Запад не считает Украину своей. И я думаю, что, на самом деле, да, возможно, часть западных политиков пытается дальше делать вид, что продолжают действовать условно проведенные еще, да, там, после Второй мировой войны границы железного занавеса и так далее, что тут наши, а тут не наши и так далее. Ну, это же все очень изменчивые категории, потому что я вспоминаю опять-таки, так как я изучаю, да, социальные, политические процессы в Европе, например, между двумя мировыми войнами многие европейцы не считали Германию западной страной, например, а считали ее восточноевропейской страной. Теперь мы так не считаем, да. С Финляндии была абсолютно похожая история, да, ее тоже не считали западно, ну, то есть вообще западной страной. Сейчас, я думаю, сложно найти человека, который бы не сказал, что Финляндия, там, восточная Европа, ну, то есть, ты понимаешь, да, то есть то же самое касается Украины. На самом деле, понятие, там, восточная Европа, оно, заметь, оно трансформируется, и я бы сказал, что понимание того, что Украина скорее западная страна, мне кажется, что среди западных политиков сейчас в большей мере доминирует, на самом деле. Возможно, не все еще политики приняли эту новую реальность, но, знаешь, тут вот была же даже дискуссия, вот когда Блинкин приехал в Киев, да, и выступал, вот эта музыкальная была часть, ну, скажем так, его визита в Киев, да, какую песню он сыграл, да, ты знаешь, что мы же очень любим разные символы, и там кто-то увидел, да, из музыкальных исследователей, например, что эта же песня, там, она в конце 80-х, она свидетельствовала о том, что границы, да, так называемого свободного мира расширяются и так далее, ну, то есть, что это как бы это сыграно в Киеве, да, ну, то есть, потому я бы сказал так, что часть западных элит, они на таком политическом уровне все-таки, скорее, Украину уже воспринимают как часть Запада. Другое дело, что в плане экономики, конечно, и других факторов, получается, здесь у нас не так много западных есть активов, чтобы, знаешь, США, например, как за Тайвань, были готовы создавать ситуацию стратегической неопределенности. Но, вот тут тоже важный момент, заметь, что в Европе попытку такой стратегической неопределенности по поводу Украины постарался создать Эмманулин Макрон. Опять-таки, насколько это сработало, это другой вопрос, да, но он попытался создать такое впечатление вот этими своими заявлениями об отправке войск, то есть, понятно, с разными миссиями, но сам факт, да, то есть сказать, что, а возможно, да, возможно, нет, ну, то есть, то, что США условно делали для, делают, да, для Тайваня, то же самое Макрон постарался тут сыграть для Украины. Ну, то есть, поэтому я бы сказал, что все-таки на наших глазах происходит, ну, колоссальная трансформация в плане, знаешь, ощущения, где проходит вот эта граница, символическая, понятное дело, граница Запада, да, потому что, когда мы оперируем этими категориями, там, Запад, Восток, мы должны понимать, что это, на самом деле, очень символические границы, знаешь, есть даже прекрасная книга Ларри Вульфа и коллег, которая называлась «Воображаемая Восточная Европа», как западные просветители придумали Восточную Европу, то есть, они там на различных материалах показывают, что там, в XVIII веке разницы большой не было между западной и восточной частью Европы, крестьяне и там, и там были, а вот потом просветители создали эту символическую карту, давай так назовем. Что касается вообще происходящего, да, на поле боя и, соответственно, в, ну, как бы, в военно-политическом смысле этого слова, много противоречивой информации сейчас, и понятно, что спикеры официальные говорят, что, в общем, ситуацию на севере Харьковской области удалось стабилизировать, президент об этом говорил, в общем, но идет такое разночтение, одни говорят, спокойно, все нормально, ну, условно, другие, вот тот же Зеленский, говорит, что, ну, пока говорить о том, что все нормально вокруг Харькова, ну, не приходится, есть нестабильность определенная ситуация. Вообще, с точки зрения вот больших пределов, о которых, ну, в таком русле мы с тобой сейчас об этом говорим, больших таких, больших чисел, стратегических моментов, Харьков, ну, не является тем направлением, где, там, не знаю, жирный кусок может в военном смысле отхватить Путин, ну, вот, не является. Собственно, в Китае он объяснял, что это вот та история со стратегией санитарных зон, но это тоже такая двоякая стратегия. Одно дело, когда, там, санитарная зона 20, там, километров, или, там, 14, когда миномет может дострелить, а другое дело, там, Атакмс, Хаймарс, то есть мы тут тоже немножко не понимаем этих задач. Что думаешь ты по поводу Харькова, его судьбы и вот этого направления? Это будет вот этим переломом? Ведь «Йорк Таймс» пишет, что это прямой повод остановиться, садиться и договариваться. Ну, вообще, как бы, ты знаешь, я же не военный эксперт, но я могу с политической, да, больше позиции смотреть на то, что происходит, опираясь на ту публичную информацию, которая есть по всей этой ситуации. И, смотри, как мне кажется, да, если опираться на те данные, которые публично были оглашены, мы имеем, то Россия, на самом деле, на данный момент, насколько мы понимаем, не имеет на границе с Харьковской областью или с Санкт-Петербургой областью, ну, я не знаю, там, миллионной армии. Да, то есть разным оценкам там 50-50 тысяч и так далее. Ну, насколько ядва военных, вряд ли хватит, чтобы взять не то, что Харьков, а суммы, да, которые чуть меньше, ну, чем Харьков, да. То есть просто потому, что, ну, это, да, но создание определенных рейдов, да, попытки, там, прорыва границы, прорыва укреплений, а тут тоже, видишь, возникает сразу много вопросов по поводу укреплений, построены они, не построены, как построены, да, как выделены эти деньги, да, это же тоже сейчас очень активно обсуждается, да. То есть вот тут как раз есть нюанс, как я понимаю, что у России есть, возможно, потенциально одна из целей, это действительно очень сильно растянуть нашу линию фронта, потому что рейды, так или иначе, которые они делают, они требуют того, чтобы мы могли часть войск, которые были на юге или на востоке, в Занецкой области, например, да, мы должны перебрасывать их на Харьковщину и на Сумщину. И если цель, как бы, растянуть линию фронта и сделать ее больше тысячи километров, ну, наверное, возможно, у России есть такая цель, да, а потом, возможно, да, вот в случае я вот, да, изучаю, как разные военные стратегии об этом говорят, да, то они говорят, что потенциально Россия потом может пытаться найти какую-то точку более слабую, где, чтобы прорвать фронт, да, то есть это не обязательно будет на Харьковщине, возможно, да, это, возможно, будет в других позициях. Потому что из того, что я понимаю, как мне кажется, у России цель – это, ну, скажем так, окончательная оккупация, в первую очередь, наверное, Донецкой области. То есть у них стоит, насколько я понимаю, такая цель стратегическая, да. Но в плане Харькова, конечно же, это сейчас создает угрозу, еще раз говорю, и есть проблема в том, что мы действительно вынуждены намного больше войск постоянно отвлекать туда. Плюс параллельно с этим сама по себе ситуация, она, видишь, параллельно еще укладывается в проблему того, что у нас все-таки было энное количество месяцев, когда мы получали минимальную западную помощь, минимальную, да, западную военную помощь. Это сказывается сейчас, да. Ну, и плюс, давай также отметим, что Россия же тоже не стоит на месте, и мне кажется, что, возможно, к сожалению, у нас мы как-то не просчитали, или часть людей, да, которые так публично формировали эти позиции, не просчитали тот момент, что Россия, она, во-первых, они обучаемы, они копируют многие и наши стратегии, да, и параллельно с этим они очень, ну, действительно наращивают и возможности своего ВПК, несмотря на коррупцию, на все вот эти моменты, но они это все наращивают, да. И поэтому, как бы, давление, ну, оно реально сейчас другое, ощущается по-другому, да. Ну, опять-таки, даже если опираться на заявления наших военных, которые находятся на линии фронта, то многие из них говорят, что сейчас они воюют по-другому, чем в 22-м году. И в плане техники, да, и оснащения, и организации, ну, то есть некая адаптация там происходит к методам, ну, современным методам войны, скажем так. И западное оружие уже во многом оно не выглядит настолько, ну, скажем так, знаешь, которое предоставляет нам сразу доминирующее преимущество, да, определенные моменты дает, но все-таки есть тут определенные ограничители. Но я уже не говорю о том, что, в принципе, западные страны, они все еще продолжают, да, например, американцы указывают на то, что бить по международно признанным границам России, то есть за пределами, да, ну, скажем так, наших территорий, они не разрешают. Ну, то есть, и эта же линия сейчас, я так понимаю, что вот эта часть интервью, которую сейчас Зеленский активно дает на многих площадках, она и посвящена тому, что, ну, как бы тут у нас такое происходит, может быть, вы нам разрешите все-таки дадите такое публичное согласие.